Всем привет! Сегодня у нас Logitech Z906. Посмотрите на них. Это система 5.1. Суммарная мощность 500 Вт. Сабвуфер 165 Вт и 5 клонок по 67 Вт. Стоимость их от 13 и вплоть до 16 тысяч. В зависимости, где вы живёте и где вы их берёте. Допустим, если с доставкой, то можно на тысячу больше, смотря где вы живёте. Эти клонки имеют дистанциарный управление. Давайте посмотрим на консоль. Что мы тут видим? Видим кнопку включения. Это ампад, переключение со всяких входов. Декоды. Стерео. Можно менять сейчас включено 5.1. Можно включать... Ну, 3D. Можно включать 4.1 и 2.1. При 5.1 настройки... Вот это кнопка Mute. Можем... Громкость. Отдельно сабвуфера. Громкость. Отдельно задних колонок громкость. Центральный. И, в общем, все системы. Дальше. При 4.1 мы сабвуфер также. Задних колонок и, в общем, всё. При 2.1 только сабвуфер и полная мощность. Давайте я вам сейчас расскажу и покажу, какие тут имеются входы. Так. Ну, вот это тюльпаны, которые идут в стандарте. В стандарте тут идут только тюльпаны и не идёт никаких оптических проводов. Дальше идёт... Это один оптический провод. Второй. Тут затычка такая идёт. И третий ещё коаксиальный. Это у нас включается консоль. Ну и 5 колонок. Не перепутайте красненькую и чёрненькую. Давайте идём дальше. Обсудим мы их в внешний вид. Сабвуфер, как обычно, у Logitech. Выполнен из дерева. Покрыт лакокрасочным покрытием. Уже нет таких острых углов, как у Logitech Z623. У Logitech более сглаженные. Ну, 5 колонок выполнены, в принципе, в обычном стиле. Пластик. Ну и сетка такая небольшая. THX тут на них нарисована. Сертификат качества. Сабвуфер ещё. Сеточка есть. Довольно-таки большой динамик. На нём. Ну, её, конечно же, я не советую снимать. Сейчас мы обсудим плюсы и минусы их. Ну, как обычно, минус однополосной динамики. Многие, как бы, говорят из-за того, что не хватает там высоких частот, средних частот. Ну, бывает такое. Но, в принципе, тут всё гармонично. Ещё тут нету в комплекте креплений на стену. А найти их очень сложно. И обычно делают там всякие подставки, мутят, чтобы их повесить на стену. Ещё один минус. Нету оптического входа в комплекте. Я думаю, это не проблема. 150 рублей, думаю. Кто покупает эти колонки, того, думаю, 150 рублей есть. И он себе тут же их приобретёт. Из плюсов. Ну, ещё к минусам можно найти, конечно, цену. Ну, блин. Которые люди покупают, думаю, блин. Они думают. Перед тем, как их купить. Перейдём к плюсам. Ну, плюсы, естественно, у нас выходная суммарная мощность 500 Вт. Ну, ещё разнообразное подключение. То, что можно всякие... Ну, в принципе, на любителях. Кто-то любит оптический. Кто-то любит тюльпаны. Ещё у нас, ну, то, что есть пульт. Ещё раз покажем его вам. Ну, давайте я расскажу про пульт, конечно, ещё. Это кнопка включения, регулировка. Левела, эффект, то бишь 3D, не 3D. Ну, плюс-минус, разумеется, и мьют. Ещё несомненный плюс, то, что это как бы как... Считается как домашний кинотеатр. И тут 3D звук. Ещё из плюсов у нас, разумеется, консоль. Которую, кстати, можно подключить, допустим, и к компьютеру, и к Xbox. И нажимая кнопку Unpad, ты будешь менять... Либо будет у тебя играть только на компьютере музыка, либо с Xbox или там PlayStation, не важно. Ещё тут имеются длинные провода, да? То бишь, на комнату где-то 20, на 20, думаю, можно... Ну, квадратных метров, разумеется. Ну чё, ребят, сейчас мы перейдём к тесту этих колонок, разорвём эту хату в хлам. Пусть весь район слушает только нашу музыку. Давайте, начнём. Субтитры сделал DimaTorzok 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 В интернете есть много аналогов таких колонок И если всё-таки к вам лежит душа к ним, то возьмите, не пожалеете. И с вами был Павел. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Будут ещё, может быть, пару авторов. И всем пока.